Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Овощи, скот, все подсчитано, а денег нет. Участникам сельскохозяйственной микропереписи задерживают зарплаты. На улице Кутузова запустят реверсивное движение. Для чего и как теперь водителям двигаться по участку? Штурмовали подарками. Силовики сделали необычный сюрприз пациентам Краевого клинического центра. Сегодня в Барнамуле и Рубцовске официально стартовал отопительный сезон. А между тем, с 1 октября плата за тепло в Краевой столице вырастет на 12%. Подрастет она и в Рубцовске, но насколько точной информации пока нет. Как сообщают в администрациях городов, подавать тепло будут поэтапно. На особом контроле подключение отопления в социальных объектах, детских садах, школах, больницах и поликлиниках. На сегодняшний день в Барнауле уже подключено 30 учреждений образования и 4 здравоохранения. В жилых домах управляющие компании для приема тепла должны открыть запорную арматуру. Отопление во всех жилых домах Краевой столицы должно появиться в течение двух недель. Если после старта сезона тепло в вашей квартире не появилось, звоните в диспетчерские службы по телефонам, которые указаны на экране. В Алтайском крае появилось конструкторское бюро. Его открыли в техническом университете. Теперь будущие инженеры могут оттачивать свои навыки, работая над заказами, которые поступают напрямую с завода. Как выглядит бюро и подробнее о новых перспективах этого подразделения расскажет София Яценко. Кабинет небольшой, всего четыре рабочих места, но каждая с весьма серьезным программным обеспечением. Кафедра котла и реактора строения вуза давно сотрудничает с Таганрогским котлостроительным заводом «Красный котельщик», который заинтересован в молодых кадрах. Для будущих инженеров предприятие даже решилось открыть конструкторское бюро. За Уралом не так много вузов, которые готовят. По-моему, мы одни и готовим таких котло-реакторостроителей. Поэтому наши кадры-то и на расхват Таганрог, где достаточно далеко, но наши там работают. И самое главное, что нашими специалистами там довольны. И для нас это очень приятно. Это говорит о том, что правильной дорогой идем. Руководство завода признается, что глобальных задач перед молодыми сотрудниками ставить не будут. Но отработка навыков при воплощении даже небольших проектов будущим инженерам точно не помешает. Это студенческое КБ, оно безусловно отталкивается от практических задач, но мы не рассчитываем пока, по крайней мере, на первоначальном этапе, на применение их в проектах. Но у нас есть задачи с более плавающим сроком, с долговременной перспективой. И именно те задачи, они будут действительно заложены, скорее всего, в научно-исследовательские работы. Правда, работать в бюро сможет не каждый студент. Для получения персонального пароля и возможности выполнять задания студенты проходили собеседование, отобрали лучших. Поработав в данном конструкторском бюро, я получу опыт, который позволит мне с большей вероятностью поехать работать в тот же Таганрог или в любую другую компанию. Во-первых, это опыт, очень полезный. То есть нам выдают реальные задания, конечно, они будут прослеживаться, будут оцениваться, будут показываться наши ошибки. То есть мы уже получаем прямой опыт. С учетом того, что у нас профессия весьма специфичная, нас могут по всему миру отправить. Это большой шанс поедать весь мир, можно сказать. Кроме того, работа над проектами будет оплачиваться. Так что студенты смогут не только повышать свою квалификацию, но и зарабатывать. И, быть может, уже в следующем году кто-то из этих ребят пойдет в штат сотрудников Таганрогского завода. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другим темам. В Алтайском крае вновь установлен антирекорд по коронавирусу. В регионе за сутки умерли 28 человек. Это самое большое количество за весь период пандемии. Тяжелых больных сейчас 520. 222 человека находятся на ИВЛ. Между тем, в Барнауле продолжаются рейды по выявлению антимасочников. 259 торговых объектов обошли представители городского комитета по предпринимательству. Выявлено 14 нарушений антимасочного режима покупателями. Обошлось без штрафов. С руководителями организации и предприятий провели разъяснительную работу. И к другой теме. Бесплатно и полностью анонимно. Российский Минздрав предлагает жителям Алтайского края всего за 15 минут проверить свой статус на вирус иммунодефицита человека. С этой целью в предстоящие выходные наш регион посетит специальный тест-ВИЧ-экспедиция. Всероссийская акция стартовала еще 1 июня в Санкт-Петербурге. Спустя 4 месяца автопробега очередь дошла до Барнаула, Бейска и Новоалтайска. В прошлом году в акции поучаствовало 500 человек. Для такой болезни, как ВИЧ, эти цифры ничтожны. Согласно статистике, 30% всех ВИЧ-положительных людей даже не подозревают о том, что они заражены. Именно поэтому так важно знать свой статус ВИЧ. На этот раз мобильный пункт будет работать с 12 часов дня и до 6 часов вечера. В субботу, 25 сентября, остановка в Барнауле на площади Советов и в Новоалтайске по адресу улица 7 микрорайон 3. В Бийске же белый автомобиль с красной лентой в воскресенье приедет в торговый центр «Ривьера». Работу сделали в срок, а плату за нее так и не получили. С такой жалобой к нам в редакцию обратились участники сельскохозяйственной микропереписи. Напомним, она проходила в августе. Переписчики подсчитывали поголовье скота и у кого сколько выращено овощей. Но урожай на участках уже собран, а вот некоторые переписчики до сих пор не увидели плоды своего труда. В проблеме разбиралась Анна Рашагирова. Эти посланцы Росстата в зеленых жилетах минувшим августом особенно запомнились владельцам участков. Они тогда подсчитывали, сколько грядок овощей и голов скота есть у хозяина. Объясняли для статистики. Но работу свою переписчики завершили еще 30 августа. А вот некоторые обещанную зарплату в 17 тысяч рублей так и не увидели. На договор сослаться пострадавшая сторона не может. По словам переписчиков, работодатель настоял на том, что оформит его задним числом, то есть после окончания переписи. Второй экземпляр договора работники так и не получили, а выплату в Алтай-Крайстате вновь перенесли. Теперь уже на конец сентября. Значит, зарплату она получит в ближайшее время. Срок выплаты зарплаты по переписчикам, которые работали по 30 августа, еще не наступил. Пусть не беспокоятся, и мы зарплату выплатим своевременно. К слову, в ходе подготовки материала, а дело работники чуть не довели до прокуратуры, обещанные средства переписчикам уже начали перечислять на карты. Между тем, Алтай-Крайстат, как сообщает официальный сайт Барнаула, приглашает жителей края принять участие во всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября. Зарплата составит около 20 тысяч рублей. Главное, чтобы ее выплатили вовремя. Анна Рашагирова, День с толком. Одна дорожная полоса, но с потоком в обе стороны. На улице Кутузова должно заработать ревертивное движение. По крайней мере, об этом предупреждала мэрия. Направление трафика, сообщают ГИБДД, будут менять в зависимости от нагрузки. Но готовы ли автомобилисты к такому нововведению? И что ждет тех, кто совершит ошибку? Об этом наш сюжет. В мегаполисах полосу реверсивного движения используют для того, чтобы разгрузить автомобильный трафик. Однако в Барнауле их применяют лишь во время дорожного ремонта. Как говорят некоторые из водителей, ехать в таких условиях страшно, но других вариантов избавиться от пробок нет. Реверсивная полоса меняет направление движения в зависимости от нагрузки на дорогу. Сегодня на улице Кутузова установили светофоры и дорожные знаки, а уже завтра полоса начнет работу. Причина нововведения – ремонт деформационных швов на мосту через пивоварку. Несмотря на то, что такой вариант регулирования – редкость для Барнаула, водители встретили его с пониманием. Но не все автомобилисты считают такое движение эффективным. Часть из них уверена – реверсивный поток лишь усугубит заторы. Ну, вообще это неудобно, во-первых, и собираются пробки. Торопишься, когда по работе едешь куда-то, то обычно не успеваешь из-за этих реверсивных движений. Ну, приходится, да, и подстраиваться, и уже планируешь маршрут, если нужно ехать в какую-то сторону города. Утром по реверсивной полосе можно будет проехать в центр, вечером – обратно. ГИБДД обращает внимание водителей – чаще смотрите на светофор. Правила движения нужно смотреть на светофор реверсивный. И выезжая с прилегающей территории на реверсивное движение, на полосу реверсивного движения, запрещается выезжать, пока не доедешь до светофора, который будет указывать направление движения по этой полосе. В случае нарушения водителя ждет штраф в размере тысячи рублей, и скидки на оплату не предвидятся. Реверсивное движение будет действовать до конца октября. Именно к этому времени подрядчик должен закончить ремонтные работы. Однако в планах дорожников сдать объект уже к середине следующего месяца. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня в Барнауле спецназ штурмовал здание Краевого клинического центра охраны материнства и детства. Но не для того, чтобы провести боевую операцию. Сотрудники силового ведомства вместе с работниками других правоохранительных органов края, а также волонтерами в необычном формате провели благотворительную акцию для юных пациентов медучреждения. Подробнее далее. На деле снаряжение, натянулись страховочные тросы. К такой процедуре бойцы СОБРа привыкли, а вот в костюме медведя проводить операции приходится нечасто. Совместно с волонтерами спецназовцы решили подарить маленьким пациентам Краевого клинического центра радостные эмоции. Объединившись в этой акции с волонтерской организацией, призываем всем проявить определенное милосердие, участие, если есть такая возможность. Может быть, что-то собрать для отделения, передать. Дети все находятся на очень длительном, некоторые на болезненном лечении, поэтому очень важна сейчас вот и моральная поддержка. В отделение проходить нельзя, поэтому выбрали такой неординарный способ поднять настроение детям. Очень рады, что вот такой проект, как «Мехутка» волонтерский, помогает всех не то, что объединить, а всем идти с одной целью, помочь детям. И мы, в принципе, призываем людей к тому, чтобы они открывали свои добрые сердца навстречу детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В региональном следственном комитете отмечают подобные акции не редкость. Вместе с другими правоохранителями они стараются участвовать в благотворительности как можно чаще. И надеются, что их примеру последуют и многие другие ведомства, и просто частные меценаты. К сожалению, отмечают правоохранители, в пандемии число благотворителей, особенно среди предпринимателей, на Алтае заметно сократилось. София Ценко, Алексей Фризин. День с толком. Ровно через неделю в крае стартуют «Шукшинские дни на Алтае». Программа мероприятий, которые продлятся пять дней, довольно насыщенная и ожидается визит известных столичных гостей. По традиции, основная часть фестиваля – кинопоказы. Зрители увидят 11 фильмов, в том числе премьеру «Земля Эльзы». Съемки этой ленты проходили в Ангудайском районе Республики Алтай. Посмотреть работы малоизвестных, но талантливых режиссеров можно будет в кинотеатрах Барнаула, Бейска и ряде других районов нашего края. Что касается литературных чтений, то их запланирована целая серия, и они пройдут в том числе с известными столичными гостями. Среди них режиссеры, писатели, поэты. В числе последних – Марина Кудинова, Инна Табыш, Алла Поспелова. Все литературные встречи состоятся в библиотеках края. Конечно, это Шишковка, конечно, это некоторые площадки в городе Барнауле, библиотека имени Башунова. Традиционными участниками Шукшинских дней на Алтае является Новоалтайская библиотека, Павловская, Ребрихинск. Добавлю, подробную программу Шукшинских дней на Алтае обещают выложить на сайте Алтайского министерства культуры в ближайшее время. На здании бывшего барнаульского кинотеатра «Родина», где несколько лет располагался театр кукол, появилась новая вывеска – планетарий. Напомним, перенести в это здание звездный дом решили еще в 2019 году. Именно тогда его передали приходу Крестовоздвиженской церкви Барнаула. Кстати, внешне объект культурного наследия не изменится, а вот внутри все поменяется кардинально. Там появится своеобразный центр творчества и культуры, а также разместится музей космонавтики. Открыть планетарий в новом здании планируют зимой, а вот с тылу город трудовой доблести в Барнауле должны установить до ноября следующего года. Разместится она в Нагорном парке. Именно за это место 19 сентября проголосовали более 75 тысяч горожан. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» Барнаул готовятся к матчу с командой элитного дивизиона из Нижнего Новгорода. Правда, наши футболисты настраивались на игру с более именитым противником, но и предстоящая встреча может оказаться весьма непредсказуемой. Тренер гостевой команды, экс-нападающий сборной России и питерского «Зенита» Александр Киржаков за карьеру наставника у команды бывшего форварда и побед, и поражений было примерно поровну. Об этом и не только расскажет Дмитрий Дроздов. Узнали этого парня? Да, это тот самый футбольный снайпер Александр Киржаков. В свое время ярко выступал за сборную России. Феерил в питерском «Зените» и испанской «Севилье». А на сегодняшний день Киржаков – главный тренер Нижнего Новгорода. Для меня это, конечно же, новый этап, это серьезный вызов. Это то, к чему стремятся, наверное, все тренеры – работать на высшем уровне. Сейчас подопечный Александр Киржаков выступает в российской премьер-лиге. Это элитный дивизион нашего футбола. Нижний Новгород занимает восьмое место в турнирной таблице с тремя победами, двумя ничьями и тремя поражениями. И несмотря на то, что команда нападающего играет нестабильно, барнаульские игроки понимают – встреча будет непростой. Все-таки соперник из дивизиона рангом выше. Готовятся настраиваться, дать бой. Если коротко будет очень тяжело, есть у нас кадровые проблемы, и Русланов не может снять участие. Исход матча станет известен уже завтра, 22 сентября. Встреча начнется в 16.30 на стадионе «Динамо». А что касается хоккеистов «Динамо Алтай», то их сезон пока не слишком успешен. Из трех встреч лишь одна победная. Правда, с хорошим счетом 4-0. Отметим, на алтайскую землю хоккей вернется 2 октября домашним матчем против команды из Набережных Челнов. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в социальных сетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...